Сергей Ястребов, предприниматель, реализует мясо на центральном рынке. Сетует, что утром приходится стоять в очереди, пропуская вперед частников, владельцев подсобных хозяйств. Такие правила заведены уже давно. Или частники. Приезжают и без очереди. Если люди стоят с 9 часов вечера всю ночь, ночью в машину, существует очередь у нас в проезд на рынок. Для того, чтобы осуществляться эта очередь, для того, чтобы пройти анализ ветеринарной лаборатории. Глава города пообещал нанести визит на центральный рынок и лично ознакомиться с ситуацией, озвученной предпринимателем. Говорить можно много, я сам хочу выйти на место. Я с этим вопросом понял, но выйду сам посмотрю. Еще одна бендерчанка просит ограничить время работы соседствующего с жилым домом магазина до 22.00. По ее словам, посиделки постояльцев магазина нередко завершаются драками и вызовом нарядов милиции. Не дают ни спать, ни жить, ничего. И маленькие дети породились у нас там. И те, что ходят в детский сад. И люди работают. И пожилые люди в нашем доме. Никому спать не дают. Они и водку теперь продают круглые сутки. Смотрим информацию, сколько было обращений, что было сделано. Подобили нас с руководством. Узнаем, чем вопрос. Если надо, мы не поставим вопрос об изменении графика работы. Личные приемы граждан, как форма связи власти с населением, проводятся регулярно. Они призваны помочь бендерчанам в решении конкретных проблем.